всем привет с вами андрей сонар и сейчас я тут в гордом одиночестве буду первый раз откатывать новую лодку гром eva вот этот небольшой сверточек лодка действительно очень небольшая ее размер 350 сантиметров но у нее просто очень широкий кокпит и кроме того как и в громах предыдущего поколения есть бортовые ниши в которые можно сложить очень 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 много вещей очень хорошо что сейчас дует заметный такой сильный порывистый ветер что можно видеть по интенсивно шевелящимся деревья в комментариях к прошлым обзором громов были высказаны опасения по поводу слишком большой парусности этой лодки я на громе первого поколения отходил достаточно прилично и ветер и в волну с парусностью никаких проблем не было и конечно посмотрю как будет себя вести на ветру гром eva он более узкий он имеет более стреловидные обводы он имеет меньшую высоту борта поэтому парусность будет еще меньше лодка готова накачано стоит на колесиках ветер дует хороший будет интересно повезли слеповаться пока моторчик прогревается и скоро я уже начну ходовые испытания на нормальной скорости вот сейчас думал хороший порыв ветра посмотрим что с курсовой устойчивостью на малых скоростях если ветер идет в борт чтобы видеть как я иду я вот стараюсь идти вдоль правой стороны проводов высоковольтной линии ветер в борт практически я вообще никак не компенсирую этот ветер румпель держу прямо то есть бортового сноса на малых скоростях когда винт практически не действует нету а вот какой выход на на глис сразу раз ты пошли ветер помогает ох какой хороший порыв ветра он даже чувствуется в румпель передается герой и но а вот и петров приехал посмотреть на дело рук своих интерцепторы конечно злые они и еще кидают блин когда это подцепляется когда в крену сразу бросок так в крен и кидают в обратную сторону получается сюда выталкивает обратно понятно он загружается тот который кренится ну надо конечно меньше я сейчас срежу наш мастера клеют хорошо не отдерешь можно только отрезать блин баллонник про форекс я так про он прочный ну еще надо подлиннее сделать тогда фоня чтобы опора была О, сорокет! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Слезы из глаз! Не видел, куда ехал! Дно, кстати, не докачано, клапан не дал Клапан какой-то? Этот, стравливающий Они как на Вегу установили Стравливающий клапан А он, понятное дело Выше там 0,24 Не дает Качнуть Знаешь что? Она стала в крены входить после того, как я срезал Эти стабилизаторы Ну, эти, интерцепторы До этого она просто и выкидывала из крена Ну, как там у нас удобненько? Слушай, надо там, знаешь, такую сделать эту Да даже не пуфик, а просто между баллонами натянуть тряпку И будет сидение Еще одно Обычно лодки-то при загрузке носа зарываются А тут нормально Вообще, моторные лодки Тем более надувные Они при повороте Автоматом должны крениться в сторону поворота Это, во-первых, с точки зрения безопасности Это правильно Во-вторых, скорость поворота На повороте можно увеличивать Без вероятного переворота Потому что лодка опирается всем дном При крене внутри поворота Если же она поворачивается без крена То упор воды идет на внешний баллон И есть как раз вероятность переворота Вот Так что, если лодка кренится во время поворота Это очень хорошо Это безопасность повышает Агром Эва как раз такая лодка Которая при поворотах входит в хороший контролируемый крен И это нам очень нравится Да и все Оно стало в крену сгонить После того, как я срезал эти стабилизаторы Понятно Понятно Ветер! Поза! Ничего не вижу! Разгоняюсь на полный Блин, очки забыл взять Забыл взять очки Теперь все глаза у меня выбиты ветром Ничего не вижу От берег режусь Вот он крен Вот-вот-вот Гринится лодка На скорости идем в крен Прямо не стяжая скорости Бензин кончился далековато от берега Так что будем проверять ход на веслах На коротеньких покрафтовых веслах Которые еле дотягиваются до воды Ух ты, блин, как она разогналась-то Показываю, если кто не видел Вот оно преимущество бортовых ниш У нас штативчик с собой был Мелочь, а приятно Что этот штативчик Прячется прямо в бортовую нишу И не занимает места в кокпите А вот так выглядит надувное Келеватое днище Грома Эва Настоящий конструктор Всегда находчив Когда надо что-то измерить А измерительных инструментов нет И заодно сейчас посмотрим Каким его наиболее оптимальным способом складывать Я думаю, именно вот таким Ну, как-то так Да что, нормально Пилотка уже там Я считаю, что испытания Грома Эва прошли успешно Да Подтверждаю Отлично прошли испытания С вами был Андрей Сонар И Сергей Петров Главный конструктор тайм-триала Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на канал Тайм-триала Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok